В начале февраля очередную годовщину своего создания отметили профсоюзы Свердловской области, общественные организации, главная цель которых защита интересов трудящихся. О том, чем сегодня занимаются профсоюзы на земле и нужна ли подобная защита сотрудникам предприятий города Ирбита. Сегодня в нашей студии разговор с председателем профсоюза Ирбитского молочного завода Татьяной Долгополовой. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ирбитский молочный завод с заботой о вас. Татьяна Юрьевна, вот Ирбитскому молочному заводу в этом году исполняется 95 лет. А сколько времени на нем существует, в его коллективе существует профсоюзная организация? Профсоюзная организация на Ирбитском молочном заводе существует, я думаю, со дня основания предприятия. Потому что какую бы мы историю не поднимали, что бы мы не узнавали, не искали архивные документы, но действительно как-то профсоюз и организация, Ирбитский молочный завод, это, в принципе, во всех документах прослеживается, это есть. И я думаю, можно смело сказать о том, что и профсоюзной организации на молочном заводе тоже 95 лет. Но я бы хотела сказать, если говоря об истории профсоюзной организации, хотела бы обязательно сказать о наших профсоюзных лидерах, которые до меня возглавляли профсоюзную организацию. Много лет возглавляла нашу профсоюзную организацию Королёва Алифтина Карловна, Камышина Альбина Ермиловна. Вы с ними поддерживаете контакт? Как-то общаетесь, обмениваетесь опытом, может быть? Да, конечно. Это наши уже заслуженные ветераны на заслуженном отдыхе, но периодические встречи, те мероприятия, которые мы проводим, мы обязательно приглашаем наших ветеранов, подсказывают, рассказывают. И вообще всё то доброе, что было заложено в работе профсоюзной организации, мы, конечно же, всё сохранили, поддерживаем и приумножаем. Спасибо им за их труд, тоже за такую общественную нагрузку. Кто входит в профсоюзную организацию, если для этого отдельные специалисты и чем они занимаются? Конечно, я могу сказать о том, что отдельных специалистов в нашей профсоюзной организации нет, потому что как таковая это общественная организация, все работники завода, практически все у нас являются членами профсоюзной организации, но и среди всех нас мы, конечно же, выбрали профсоюзный актив, профсоюзный комитет, это председатель, это заместитель председателя профсоюзного комитета, это казначей, но и другие члены профсоюзного комитета, которые отвечают за те или иные виды нашей общественной деятельности, будь то спорт, культура или информационная работа, или работа с молодёжью и так далее. То есть вот такой состав правкома у нас утверждён, действует, работает, нас 17 человек таких активных... Достаточно много. Да, энтузиастов, любителей своего дела, которые действительно не освобождены от основной работы, а занимаются вот этой общественной работой как бы в свободное время, помогая своим коллегам, своему коллективу, ну то есть объединяя на общие добрые дела. Ну вы обозначили несколько направлений, это спорт, молодёжная политика, культура. А чем конкретно занимаются ваши коллеги в профсоюзной организации? Какие мероприятия, может быть, организовывают? Да, конечно, коллеги работают, но я не скажу, что все по отдельности. Мы работаем все вместе, несмотря на то, какое мероприятие мы проводим, будь то спортивное или культурно-массовое, или действительно что-то мы проводим по работе с молодёжью. Мы проводим всё это вместе, сообща. Но есть конкретно отдельные у нас члены профсоюзного комитета, которые конкретно организуют мероприятия, но все остальные помогают, поддерживают, подсказывают советами. Потому что, я ещё раз повторюсь, у нас все члены профсоюзного комитета на неосвобождённой основе. И понятно, что наш режим работы иногда не позволяет отлучиться с производства, то есть вот как-то друг друга заменяем, проводим совместно. Ну а какие мероприятия проходят под эгидой профсоюза? Под эгидой профсоюза, ну я не могу сказать, что мы что-то отдельное проводим, профсоюзные мероприятия, потому что я должна сказать, отдать должное нашему руководству предприятия, нашей администрации. Все мероприятия мы проводим совместно, то есть администрации, профсоюзный комитет. Все у нас проходит согласованно, все утверждено совместно, всегда согласовываем все мероприятия с нашим генеральным директором. Ну и, естественно, все это проводится вместе сообща. Спортивные мероприятия – это наша заводская спартакиада, о которой многие знают, в которой многие участвуют. Вот она у нас по различным видам спорта, то есть есть, где себя показать. Это наш турнир по мини-футболу, это, конечно же, соревнования по зимней ловле рыбы. Ну, а если говорить о мероприятиях по работе с молодежью, то я бы здесь хотела остановиться на нашей программе, которая прописана в нашем коллективном договоре, это программа «Дети». Что сюда входит? Да, это работа с детьми сотрудников нашего предприятия, членами профсоюза. Конечно, это выставки, конкурсы детских рисунков, мы их организуем три раза в год. Это, конечно же, поздравления с Новым годом. Дед Мороз со Снегуркой у нас выезжают, поздравляют наших малышей с праздником, с наступающим. Конечно же, это наша уже традиционная, проводится она очень-очень давно, встреча с выпускниками 9-11 классов. Это когда на экскурсию приходят к вам выпускники. Да, 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 совершенно верно. Это уже конец мая, когда ребята готовятся к сдаче выпускных экзаменов, когда они, ну, я имею в виду, стоят перед выбором профессии своей, да, своего определения жизненного пути дальнейшего. То есть мы проводим вот такую встречу, встречается генеральный директор, мы приглашаем специалистов, которые работают у нас на предприятии, рассказываем о тех учебных заведениях, где можно получить ту или иную профессию, но если у кого-то есть желание вернуться в наш родной город, на наше родное предприятие, где трудятся их родители. Ну, а эффект есть от этих встреч? То есть возвращаются на самом деле? Возвращаются, возвращаются, да. У нас хороший, яркий пример, очень много специалистов, очень много работников, кто уже здесь у нас работает, когда-то посещают эти мероприятия. Ну, вот как яркий пример привожу Евгений Владимирович Хоробры. Он у нас сейчас начальник филиала Зайковский, тоже буквально относительно не так давно он был выпускником школы, он был на нашем мероприятии. Ну, а сейчас так получилось, получив образование в сельскохозяйственной академии в Екатеринбурге, и он сейчас у нас руководитель филиала. 85 человек возглавляют, руководит, и все наши профсоюзные дела всегда все поддерживают. Татьяна Юрьевна, вот главная цель, тем не менее, профсоюзов – это защита интересов сотрудников, входящих в рабочий коллектив. А нужны ли сегодня вообще профсоюзы? Глобально, что называется. Такой серьезный вопрос, да, зачем нужен профсоюз и нужен ли он. Действительно, в настоящее время очень много вопросов ставится вот прямо так, да. Но вот я бы сказала, что действительно на сегодняшний момент в наше время профсоюзы очень нужны. Потому что буквально вот совсем недавно, 31 января, у нас проходило общее профсоюзное собрание в Екатеринбурге, в ДК имени железнодорожников. И действительно, вот профсоюзы нашей Свердловской области, объединенные Федерацией профсоюзов Свердловской области, проводили такое масштабное областное мероприятие, поздравляли весь профсоюзный актив области. И я хочу сказать о том, что вот такие подобные мероприятия проводятся не случайно, потому что у нас в области подписан даже указ губернаторам. И вот этот праздник, профсоюзный праздник, который проходит 1 февраля, отмечается вот на таком государственном уровне. Я имею в виду на уровне нашей Свердловской области. Федерация профсоюзов Свердловской области отмечает в этом году уже 102 года со дня основания, со дня образования. И 101 год в этом году отмечает профсоюз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации. Тоже значительные показатели, то есть профсоюз жив. И действительно, я хотела бы отметить, что вот на этом общем собрании, которое проходило у нас, присутствовал наш губернатор, присутствовали первые лица нашей области, присутствовал председатель законодательного собрания, присутствует и было подписано трехстороннее соглашение между Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей Федерации профсоюзов Свердловской области и губернатором. То есть вот приятно, что на таком вот уровне знают, слышат, поддерживают те направления, те идеи, которые выдвигает профсоюз. Ну а вот деятельность, сама деятельность профсоюзов, она как-то влияет на жизнь рядовых сотрудников? То есть на самом ли деле рядовой рабочий одного из цехов Рубицкого молочного завода, вступая в профсоюз, может почувствовать какое-то улучшение? И какое, если оно есть? Да, конечно, у нас такие улучшения действительно профсоюзная организация, еще раз повторюсь, общественная организация, которая создана именно для того, чтобы соблюдались, не нарушались со стороны работодателя социально-трудовые отношения, чтобы действительно человек мог получить какую-то поддержку, моральную, материальную поддержку в плане, может быть, каких-то жизненных проблем, трудностей каких-то, может быть, финансовых и так далее. У нас, конечно же, все прописано в нашем коллективном договоре, и я, конечно, радуюсь, когда каким-то образом, даже, может быть, финансово, пусть небольшая денежная сумма, но тем не менее мы помогаем и в таком плане. Ну вот, вот смотрите, возьмем пример Европы. То есть там постоянно звучит, что если рабочие начинают бастовать против повышения налогов, против повышения каких-то цен, их именно профсоюзы вводят на забастовки. В нашей стране, как я понимаю, профсоюзная организация... Более мирная! И вы считаете, что это значит все так хорошо? Да нет, действительно, профсоюз в этом плане. Профсоюз – это как связующее звено между работниками и, конечно же, работодателем. Но и профсоюз в нашей стране, я думаю, вот сколько бы ни общаясь с профсоюзными лидерами, сколько бы ни посещая семинары, все-таки я придерживаюсь той точки зрения, что профсоюз – это, скажем так, как лакмусовая бумажка. То есть, конечно, поднять людей на забастовки, на какие-то активные действия, это могут сделать все. Но чтобы вот этих сложностей, трудностей определенных... Изначально не возникало. Изначально не возникало, да. То есть, какой-то компромисс, какую-то договоренность, все равно вот эту работу должен выполнять профсоюз. Действительно, мы этим занимаемся. Ну, а сотрудники вашего, вот, Ербитского молочного завода, они все в профсоюзе или все-таки есть люди, которые не понимают вашу работу? Ну, да, я и говорю о том, что действительно численность наших работников на предприятии – 1200 человек, членов профсоюза, из них – 1196. Показатель, если в процентном отношении, 95%. То есть, не все у нас работники являются членами профсоюза. Мы ведем информационную работу, рассказываем, показываем, объясняем, какие появляются преимущества, какие появляются плюсы именно у членов профсоюза. Но каждый же выбирает свой жизненный путь. И, конечно, когда мы все вместе, когда мы занимаемся одним общим делом, мы производим, как я говорю, у нас одна общая задача – произвести вкусную, качественную, полезную продукцию. И, тем не менее, помимо всей основной нашей трудовой деятельности, мы хотя бы должны помочь организовать досуг наших работников, а также и членов их семей, и детей, соответственно. То есть, я думаю, вот эти общие начинания, они нужны, они необходимы. И это же замечательно, это здорово, когда мы друг друга поддерживаем, когда мы друг другу помогаем. Ну, это же вот как-то притча. Помните, наверное, в школе все читали и все знаем, да, вот отец как сыновей учил вместе быть, да? Вот здесь как-то так. И я, конечно, очень огорчаюсь, когда кто-то из людей, не понимая, приходит и говорит, я не пойму, что мне, зачем это и так далее. Но, тем не менее, я хотела бы еще раз отметить и подчеркнуть, видимо, администрация, видимо, работодатель у нас так замечательно справляется со всеми своими обязанностями, выполняет все положения коллективного договора, не нарушает никакие трудовые законодательства, очень социально ответственный. Поэтому люди и не видят, считают, что это все так просто и так замечательно. И получить спецодежду, и получить возможность выходного дня, да, если нужно по заявлению и так далее. То есть здесь проблем нет. Но ведь никто не задумывается, чего это стоит на самом деле. Все считают, что это так и должно быть. Татьяна Юрьевна, Вы уже отметили, что профсоюзы отмечают уже перевалившие за столетие юбилей. И пару слов сказали о том, что встреча недавно проходила представителей профсоюзного движения. По Вашему мнению, было ли на этой встрече обозначено, ну, может быть, какое-то направление движения в будущее? Какие-то изменения в профсоюзном движении? Или все сейчас настолько идеально, что менять уже ничего не надо? Да нет, конечно. Работа, в принципе, у профсоюзов есть. Она обозначена целей, задачи. И вот какие-то темпы сбавлять, я думаю, в данном направлении не стоит. Вот сейчас я хотела бы отметить, что больший акцент в работе профсоюзной ставится на поднятие на более высокий уровень работы с молодежью. Да, действительно, молодежь надо привлекать в профсоюзы, надо учить их не только трудиться, но и как-то правильно проводить свой досуг, жить коллективом, да, интересоваться. Ну, а вот такой вопрос. Взаимодействует ли Ваш профсоюз с другими профсоюзными организациями не только агропромышленного комплекса, но и города? Ведь не только на молочном заводе есть профсоюз. Он есть в других учреждениях Ирбита. Да, конечно, профсоюз есть во многих учреждениях нашего города Ирбита. Это и управление образованием, это и здравоохранение, прекрасно знаем. Хотелось бы еще, чтобы профсоюз у нас был и в администрации. Почему бы нет? Мы с Николаем Вениаминовичем уже на эту тему разговаривали. Но, конечно, взаимодействуем, какие-то общие дела. В принципе, мы живем в одном городе, на одной территории. У нас, ну, как вот, я не знаю, как разъединить город и наше предприятие, нашу профсоюзную организацию. Мы же все вместе. Ну, вот по Вашему мнению, профсоюзное движение в Ирбите, ну, в частности, на молочном заводе, ну, в целом в городе, оно активно себя ведет? Вот, знаете, в данном вопросе я бы даже не знаю, как правильно ответить, потому что у нас профсоюз АПК. И вот как было заведено, давно было заведено, раз АПК, значит, мы как-то больше относились к сельскому хозяйству, соответственно. И вот все наши общие совещания, встречи, они проходят так или иначе, вот именно мы проводим отдельно. Да, у нас есть председатель Ирбитской районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Нина Васильевна Ковязина. То есть мы как-то вот вместе сотрудничаем большей частью в этом направлении. Ну, а вот так встречи какие-то, совещания, учеба, ну, конечно же, здесь у нас проходят общие встречи, ну, и здесь уже обмениваемся опытом, узнаем у кого что есть интересное, как проводят те или иные мероприятия, какие-то задумки у кого есть. Ну, то есть таким образом вот что-то в новое привносим в нашу деятельность. Ну, хорошо, а если брать тогда и Ирбит, и Ирбитский район вместе, насколько на высоком уровне находится вот именно эта защита, которая обеспечивает профсоюз всем ирбичанам и жителям Ирбитского района? Ну, я думаю, что... Или еще есть куда работать? Работать всегда есть куда, конечно, но в данном случае здесь мы, я думаю, на достаточно высоком уровне, и очень много знают и про Ирбитский район, и про город Ирбит, конечно же, и профсоюзы здесь впереди стараются быть. Татьяна Юрьевна, большое спасибо, что сегодня согласились прийти в нашу студию, нашли время. Очень интересно было узнать о том, как работает профсоюз Ирбитского молочного завода. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин